всем привет это свежая сводка с владимиром меловым касающиеся экономики российской экономики где мы на фактах и цифрах рассказываем что на самом деле происходит сегодня поговорим о проблемах российского бюджета они расширяются и уже становится очевидны даже российским функционерам росте инфляции она снова взбодрилась и набирает обороты и о многом другом во всем этом сегодняшнем выпуске вы можете поддержать его лайком подпиской написать что-нибудь в комментарии ну типа там вы же обещали что экономика россии рухнет она не рухнула как же так или какой-то более осмысленный комментарий и поддержать канал на патреоне ссылка на него в описании также не забывайте переходить на youtube канал владимира милова на там тоже выходит много интересных видео ну а вот наш ним разговор владимир привет подошел очередной нас отчетный период в прошлый раз мы поторопились тобой буквально на день потому что уже через день то есть ты знаешь если бы мы сильно раньше выпустили было бы здорово потому что как бы предсказали что происходит а поскольку мы на день раньше всего то вот не успели заскакивающий поезд я имею ввиду российский бюджет это как он огорошил всех ну как огорошил не то чтобы огорошил но вот значит все кто считал что все очень хорошо и все идет по плану расскажи пожалуйста что мы о нем узнали за минувшие две недели да ну вот действительно буквально через несколько часов после того как мы тот выпуск опубликовали вот пришла новость мы кстати правильно объяснили нашим зрителям что из-за падения цен на нефть из-за эмбарго будет гораздо больше дефицит бюджета в этом году чем ожидалось но честно говоря таких цифр не ждал даже я вот новость пришла что почти 2 триллиона 1 и 76 триллиона рублей составил дефицит бюджета только в январе при том что он плановый на весь год чуть меньше 3 триллионов а это всего лишь вот один первый месяц ну то есть в целом это подтверждает тот тренд о котором мы говорили что с бюджетом в этом году будут большие проблемы я напомню еще раз цифры он сверстан с дефицитом в 3 триллиона при цене нефти 70 но цена нефти 50 и соответственно скорее всего дефицит будет в два раза больше и если он там приблизится к шести триллионам это вот примерно сколько осталось живых денег в фонде национального благосостояния но здесь единственное что я хотел бы сказать что я бы не спешил вот этот огромный январский дефицит принимать за чистую монету а потому что там есть два таких объяснения которые говорят что скорее всего в следующие месяцы чуть сгладится ситуация первое но они вот сами это признали что они про авансировали в январе всю военку это подтвердил вот официально министр силуанов они обычно тянут с исполнением бюджетных расходов до самого-самого конца там до конца квартала до конца года но в этот раз видимо настолько поджимает их ситуация с финансированием войны что они решили значительную часть военных расходов прям профинансировать сразу в первые недели января и вторая ситуация они тоже это признали что у них был там оставшийся небольшой переходящий дефицит с прошлого года то есть они видимо хотели показать более какую-то благообразную картинку на 1 января если бы они профинансировали все расходы в декабре у них был дефицит там за тот год еще больше но они вот перенесли часть на январь поэтому мне кажется что в следующие месяцы ситуации для них будет чуть спокойнее но только чуть потому что все равно вот эта вилка заложили в бюджет нефть по 70 она стоит 50 от нее вот никуда не денешься минфин на днях опубликовал вот очередные данные по средней цене нефти юралс и видно что она чуть-чуть вернулась на 50 там с небольшим долларом к началу февраля до но тем не менее дисконты очень очень большие это сильно ниже той цены нефти которая в бюджете заложена и если ситуация не улучшится а вот там не видно чтобы она как-то особенно улучшалась то это значит что у них такие серьезные проблемы вот как мы с тобой обсуждали в этом году и продолжится вот из-за этого минфин например очень быстро протащил через госдуму новый закон закон о том чтобы принудить нефтяников добиваться более высоких цен от покупателей то есть они говорят что теперь вот для расчета нефтяных налогов и пошлин будут использовать повышенные котировки они те которые вот фактически есть то есть типа если нефтяники не смогут договориться подороже нефт продать значит просто будут забирать у них больше денег вот как примерно в том анекдоте папа там не будет меньше пить это просто дети будут меньше есть кстати очень интересный момент потому что вот параллельно с этим ты я думаю слышал тоже что белоусов первый вице-премьер обсуждает с бизнесом и там идет такой серьезный срач из-за этого вот он обсуждает такой единовременный добровольный взнос это все такие звенья одной цепи то есть правительство хочет забрать лишний налог с нефтяников не привязываясь к фактическим котировкам продажи а белоусов хочет там с разных отраслей экономики взять еще несколько сотен миллиардов рублей все это говорит о том что их очень беспокоит тему вот это дефицит и они пытаются по всем сусеком там из всех закромов значит вы не выдернуть хоть хотя бы несколько сотен миллиардов хоть что можно для того чтобы эту дыру подлатать но как ты понимаешь все это их не сильно спасет и для экономики это будет плохо если кто хочет понять механизм как это работает вот могут почитать книжку егора гайдара гибель империи а он там подробно объяснял на документах цк кпсс как вот когда в середине восьмидесятых цены на нефть очень сильно упали нефтяники просили оставить им денег чтобы они могли финансировать производство инвестиции и так далее но кпсс которая привыкла к большим аппетитом расходным нужно же был наш весь мировой социализм там содержать и всю советскую военную машину они говорили нет мы вам денег не оставим мы у вас заберем на нужды государства и это привело тогда к обвальному падению добычи добычу практически уполовинилась 88 по 94 год ну и сейчас я думаю что следствием вот желание изъять у нефтяников там металлургов больше денег будет вот примерно такая же проблема с финансированием производства поэтому бизнес сопротивляется и даже вот путин собрался значит в марте приехать в распп если доживет и типа увещевать их что значит вы не ссыки товарищи заплатите налог потому что время такое туша как бизнес в этом плане может как-то сопротивляться ну то есть вот вот это знаешь типа добровольный взнос понятно слово добровольные здесь она так для красоты но вообще какая у него переговорная позиция то есть как он может сбракнуть сказать нет идите в жопу мы не будем ничего отдавать это существует современной россии есть у них такие рычаги нет у них таких рычагов нет потому что вот у нас за последние 10-15 лет выстроилась такая система когда практически все крупные бизнесы очень сильно зависят от какой-то помощи подачек или от эксклюзивных рыночных позиций которые дарованы вот этим государством то есть у них есть такая как бы дубину там я не говорю про то что там если будешь сильно выступать тебя посадят да как по современным российским вот реалиям но в целом то есть если они где-то они будут очень сильно сопротивляться то им отзовут там какую-то одну льготу к это льготный тариф ржд что-то другое то есть вот в целом у государства есть вот это вот огромная дубина экономическая что если бизнес делает что-то вот слишком не то что ему не нравится они просто у него там все остальное отберут поэтому возможности здесь нет и мы видим как эта дискуссия идет что бизнес там пытается вяло сопротивляться как что они говорят нет значит давайте типа вот мы не единовременный взнос а вот что-то сделаем с налогом на прибыль там понимаешь чем можно манипульнуть что прибыль она вот либо есть либо нет то есть ты как бы и если ты ее не покажешь значит вроде тебе и нечего платить поэтому они пытаются выторгивать себе какой-то механизм чтобы чуть больше гибкости обеспечить но в целом если правительство таких что в такой ситуации жесткой когда у них война и дефицит им нужны деньги если она захочет их нагнуть она их нагнет повторю что последствия будут очень плохие вот та же металлургия например но не очень плохие результаты там год они закончили с минус 16 процентов по готовому прокату вот есть данные например что обвал перевозок металлов на экспорт в январе 23 процента по данным ржд поэтому металлургии прям очень плохая история и скажем попытки с них взять дополнительные деньги они просто приведут еще к усугублению кризиса в отрасли кстати говорят то же самое вот и в нефтянке будет чем больше у них будут забирать денег тем меньше инвестиций меньше возможности работать с трудными месторождениями будет дальше падать добыча еще раз повторю что мы вот это все видели в восьмидесятые годы ну давай раз уж ты начал какие-то такие итоги года подводить по отдельным направлениям что в целом можешь сказать то есть вот мы уже существуем там почти два месяца в году новом там обновляется всякая статистика появляется в целом видны настроения что ты можешь сказать по этому поводу да вот с тех пор как мы выпустили прошлую сводку вышли новые данные роста то вот уже итоговые за 2022 год и вот из них очень четко видно я вот два графики здесь покажу что ситуация не стала лучше концу года она стала только хуже самая большая проблема это вот главное о чем говорит бизнес как ограничитель их жизни и развития это отсутствие денег у населения низкий платеж способный спрос вот мы видим на этом графике что в декабре розничные продажи упали гораздо хуже чем все предыдущие месяцы минус десять с половиной процентов год году то есть видно что вот по факту вот этот предновогодний покупательский сезон там распродаж там тринадцатых зарплат и так далее он в общем и целом не состоялся и еще один график мы уже вот его видели но стоит повторить в этом контексте что промышленное производство упало сильнее всего именно в декабре причем и обрабатывающая промышленность и добывающие то есть вот ситуация никак не не улучшается и сейчас вот приходит определенные данные по январю например вот рамир показывает что заметно упали покупки россиян в январе и недельные потребительские расходы это тоже все говорит о том что как бы все по цепочке находится в депрессии промышленность находится в депрессии потребительский спрос в депрессии как бы выхода из этого нет и не видно при всем том еще одна проблема которая может все это усугубить это то что разгоняется инфляция вот выступала на днях набиулина которая с гораздо более жесткими заявлениями вот озвучила чем даже в предыдущей неделе она прямо сказала что про инфляционное давление усиливается это связано и кстати говоря с ослаблением рубля и в том числе с вот этим бюджетным дефицитом то есть и финансирование бюджетного дефицита из фнб и возможная последующая денежная эмиссия это все факторы которые будут очень сильно влиять на инфляцию в экономику вбрасывается много лишних денег деловая активность подавлена ну куда это пойдет это пойдет все понятное дело в рост цен вот и важный момент о котором она биулина тоже сказала это то что сейчас вы будете слышать от путина и от официальных лиц что у нас темпы инфляции снизились но это не стоит принимать за чистую монету потому что это все сравнивается вот с пиком всплеска цента марта-апреля прошлого года и в этом отношении конечно в годовом выражении инфляция будет ниже но она пошла разгоняться снова то есть тогда было правильно ли я понимаю поправь меня что тогда была паническая инфляция когда никто ни хрена не понимал значит и были ну такие в том числе как это сказать рукотворные случайные процессы тип там дефицита каких-то товаров или так сказать искусственного дефицита когда просто на панике люди что-то вот шли закупались продавали и прочее прочее а сейчас мы видим признаки системной инфляции то есть это уже как бы отражение реальных факторов которые происходят они просто к чьих-то панических настроений но посмотреть и прав в том что сейчас мы видим наступление такое большой дубины системной инфляции год назад там чуть сложнее там действительно с одной стороны был элемент паники но было объективный элемент потому что так или иначе вот центробанк своими действиями рубль подморозил но сначала ты помнишь что творилось с курсом а импорта продолжался первое время да то есть россия потребительском смысле очень сильно зависит от импорта поэтому вот этот первый скачок курса он отразился конечно же на на ценах на импортные товары и там многие прервались цепочки поставок довольно быстро поэтому я бы так сказал что ну давай так не не панически а как бы одномоментный всплеск инфляции связанный с одной стороны с паникой с другой стороны с вот тем что творилось с курсом и с разрывом некоторых цепочек но это был такой одномоментный шоковый как бы шоковая ситуация а сейчас действительно нас вот эта инфляционная волна будет такой цунами уже настигать значит мне кажется о чем важно говорить вот я как раз мы сейчас посмотрим видео на биулины здесь важно говорить о том что для людей конечно прежде всего имеет значение не столько вот сколько инфляции составляет сегодня а накопленная инфляция скажем за последние там два года вот я решил просто эти цифры посчитать даже по официальным цифрам ростата а это как понятно что сильно занижена у нас инфляция что общее что продовольственное приближается к 25 процентам если вот сравнить сегодняшнюю ситуацию с декабрем 2020 то есть за два года цены увеличились там только по официальной статистике на 25 процентов это и без того очень много но понятно что на самом деле это больше и что зарплаты и пенсию людей так не росли вот я хочу просто чтобы мы посмотрели вот этот фрагмент видео эльвиры набиулины и я к нему приклеил кусочек из недавнего совещания у путина где министр труда и соцзащиты котяков гордо говорит что мы в этом году социальные выплаты проиндексируем по фактической в их понимании инфляции на 11,9 процента ну то есть видно какие 11,9 видно что на самом деле все эти их индексации за реальным ростом цен не успевают вот давайте эти видео фрагменты посмотрим а при этом про инфляционные риски в целом увеличились поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения на этот момент у нас еще нет полных данных об инфляции за январь но недельные данные показывают что в январе текущие темпы роста цен вероятно повысились до максимальных с апреля прошлого года уровни если не учитывать периоды индексации регулируемых тарифов ускорение происходит в первую очередь за счет волатильных компонентов таких как плодовощная продукция но одновременно вклад в ускорение вносит и более устойчивые компоненты например цены на услуги ценовые ожидания предприятия также остаются заметно выше многолетних средних уровней инфляционные ожидания заложены в доходности у фс также превышают цель по инфляции несмотря на постепенное повышение текущих темпов роста цен в ближайшие месяцы произойдет значительное падение показателя годовой инфляции из-за эффекта базы как мы уже говорили весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11 8 десятых процента даже ниже 4 процента но это будет отражать лишь выход из расчета годовой инфляции высоких значений на пике взлета цен в марте-апреле прошлого года они текущую инфляционную картину второй подход это именно индексация пособий с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год вы совершенно правильно сказали что с 1 февраля мы пересмотрели 40 различных социальных выплат и компенсации и увеличили их размер на один целых девять десятых процента да и вот интересный момент еще о котором стоит сказать в связи что у них начинается такая очень жестокая разборка в правительстве между вот и там и кремлем и кабинетом министров с одной стороны и центробанками набиулиной с другой то есть там пока они официально это не подтверждают но видно что у них позиции разные то есть правительство и кремль они хотят чтобы центробанк дальше снижал ставку для того чтобы как-то стимулировать вот лежащую экономику но центробанк говорит что нет извините при такой инфляции мы это делать не будем и вот набиулина сейчас говорила что вероятность повышения ставки в этом году больше чем ее снижение кремль и белый дом вот по всей информации которые есть ужасно этим недовольны потому что у них не так много вариантов чем стимулировать вот эту полумертвую экономику и они хотели конечно давить на центробанк чтобы снижали ставку дальше но здесь это вот такая патовая ситуация приведет к всплеску инфляции дополнительному инфляция уже большая проблема вот набиулина говорит нет очень интересный сюжет я думаю что в ближайшие месяцы будем за этим наблюдать вот это одна из тех трещин которыми все начинает вот идти там внутри власти то есть вот этот срач уже как поставки вылез наружу думаю что мы много в этом плане в ближайшие месяцы увидим в этом смысле какие есть варианты как это не знаю противодействие этому то есть какие решения это видишь которые они могут принимать и как они повлияют на всю эту ситуацию у них нет хороших решений и кстати вот я хотел порекомендовать вот пару таких вот источников почитать посмотреть не только одного милова об экономике случающее так сказать да порекомендовать реально серьезный анализ который вот оценивает всю глубину этого кризиса и в том числе тот факт что у них нет большого спектра возможностей для того чтобы из этого выйти вот например такая большая публикация хуже чем кризис на ри раша очень хорошие экономисты олег вьюгин у которого так сказать брал интервью на своем канале примерно год назад а евсей гурвич андрей яковлев и олег ицхоки хорошо нам известны и они написали большой длинный текст хуже чем кризис где они подробно раскладывают вот как бы там все все внутренности вот этой экономической ситуации общем говорят что хороших вариантов действий у власти особых нет и она будет дальше системно ухудшаться по всем направлениям я там не совсем согласен например честно говоря я очень не люблю вот эти значит как молитва перед обедом да вот эти вот дифферамбы центробанку какой у нас замечательный там я не согласен с этим там и еще там кое с чем но это очень хорошие качественные тексты классные экономисты это стоит почитать и еще одна история вот помнишь мы здесь обсуждали в декабре интервью тогда вот еще председателя банка открытия задорного который с рядом очень мрачных оценок выступил по развитию ситуации так вот задорно значит ушел на вольные хлеба и дал довольно большое интервью форбсу которая реально стоит посмотреть она там почти на час но вот если вы интересуетесь всеми этими вещами тоже не совсем согласен что он говорит но он дает очень очень мрачные оценки в целом что мы не сможем импортозаместиться заменить там критические технологии компоненты которые мы получали запада самое главное вот возвращаясь к разговору об инфляции что основной пострадавший от вот этого кризиса будет российский средний класс у которого к сожалению хороших вариантов действий в общем то нет поэтому можем посмотреть небольшой фрагмент интервью задорного но в целом ищите его на на российском форбсе удивительно как цензура это дело пропускает но такое интервью реально очень жестко не начиная с 24 февраля точки зрения эмоциональной нагрузки они были близки к девяносто восьмому году конечно сильно приблизились к ирану и к северной корее я думаю что некоторые отрасли пострадают очень серьезно надо понимать что это суммарно порядка 25 миллиардов долларов инвестиций которые просто сейчас выброшены на помойку мы с этой точки зрения превращаемся в тупик все большее участие государства сокращение конкуренции вне экономические решения 10 лет реальные доходы не растут это это много в любой войне побеждает тот кто имеет больше ресурсов человеческого финансового но прежде всего экономического то что мы можем произвести все там сами за какое-то время это конечно иллюзия абсолютно принципе весь расклад ресурсов он предопределен окей ну и традиционно в конце наших с тобой вот этих вот сводок хочется уйти от там цифр от какого-то макро анализа от статистики от прежде какой-то обычным вещам ну то есть самая частая же история какая люди говорят вот вы говорите очень плохо значит все ухудшается с экономикой россии а я вот что-то не чувствую хотя периодически вот я отсматриваю даже какие-то вещи говорят там таблетки для посудомоек стоят теперь как я не знаю как квартир на чукотке и прочее прочее но тем не менее если вот каком-то бытовом плане вещи которые подтверждают или наоборот опровергают тезисы про проблемы в российской экономике есть конечно довольно много и вообще в этом смысле надо региональные новости смотреть но вот например один из индикаторов скажем в москве опустили коворкинг спейсы то есть вот по оценкам и которых коммерсант пишет скажем в конце 21 года было 14 процентов пустующих мест сейчас в конце 22 35 то есть вот то о чем мы говорили вот это весь массовый отъезд фрилансеров и этих людей продвинутых профессий которые часто в коворкингах работали ну то есть там треть коворкингов пустует это прям очень серьезная индикация вот другая новость вообще россиянам там придется привыкать что теперь уже ездить на хороших машинах это будет роскошью и сейчас нас массово пересаживают на китайские автомобили но удовольствие это не дешевое и цены на китайские автомобили как вот мы видим они будут довольно существенно повышаться честно говоря вот не знаю я значит я вспоминаю меня давно машины не было с 2008 года но я смотрю там вот ценник там китайская машина за 2 миллиона рублей и даже у меня встают волосы дыбом то есть мне кажется что вот это вот там победные реляции о том что мы перейдем на все китайские видно что это кроме всего прочего еще и не дешево обходится а еще одна история это вот такой серьезный пузырь на ипотечном рынке и наступающий кризис на рынке жилья мы уже говорили о том что цены пошли падать на жилье в четвертом квартале прошлого года но мы вернемся к этой теме чуть попозже после марта потому что будут квартальные данные и цена и избир индексы мы об этом поговорим но я вот могу порекомендовать хороший большой текст вышел на инсайдере про ситуацию на рынке жилья где они прям показывают что там богатые покупатели уходят никто не хочет больше жилье в россии покупать в инвестиционных целях в это не верят а льготные ипотеки прямо надрывается совсем прямо из последнего издыхания то есть ее выдают уже совсем не платежеспособным клиентам а там надувается очевидный пузырь о чем вы даже известия писали в январе и вот буквально вчера пришла новость о том что центр банк вводит надбавки коэффициентом риска по сделкам по он ипотеке это говорит о том что они оценивают ситуацию как перегрев и угроза пузыря которые прям вот уже реально там сегодня поэтому кстати вот те кто спрашивает за что будет дальше с ценами на жилье вот мне кажется все эти факторы они примерно указывают вот в одном направлении так что вот почитайте статью на инсайдере большую и мы здесь вам об этом всем будем рассказывать ну и кстати вот мы же много раз говорили там про курс рубля это тема которая народ все время очень волнует вот вам график начиная с июня месяца когда там рубль достиг дна и было там типа 50 с чем-то рублей за доллар но вот мы видим где мы сегодня находимся и вот эта вся ситуация с дефицитом бюджета с падением цен на нефть но она ведет настолько в одну сторону что рубль будет слабеть и дальше поэтому как бы не действовали драконовские ограничения центробанка дорожка вот у этого графика только одна рубль будет слабеть и доллар будет укрепляться ну и значит я наверное закончу такими как говорится немножко хороших новостей да из другого совершенно мира которые это гламурного за колючей проволокой который не для нас например а вот про аренду стрит ритейла на самых дорогих улицах москвы здесь вот и мне просто понравился статья о форбсе насчет если вы хотите отвлечься значит от от всего ужаса и почитать про что-то хорошее как у кого-то все классно вот на кузнецком мосту улиц кузнецкий мост победила с большим атриум от конкурентов рекордные цены на аренду аренду стрит ритейла 255 тысяч рублей за квадратный метр в год это с ума сойти меня просто не укладывается в голове то есть как вот у всех остальных там все падает а действительно вот у нашей псевдо элитки все хорошо это говорит о том что нам надо активнее работать по списку 6 тысяч по санкциям и так далее потому что вот действительно где мне кажется еще там есть большие недоработки этот подрезать крылышки всем вот этим вот жирующим на путинской олигархической экономики но действительно вот у них на фоне всех трудности обычных россиян пока вот к сожалению все хорошо на не то чтобы мы против того чтобы кто-то жировал мы против того чтобы кто-то жировал значит на наворованные деньги на поддержке войны ну знаешь воскрешается советский союз воскрешается номенклатура это конечно неизбежно и всегда будет прослойка людей которые будет вот это всего извлекать другое дело что они как правило не очень хорошо заканчивают но поживем увидим спасибо тебе большое и увидимся через две недели всего доброго пока спасибо всем пока сцена после титров дорогие друзья видите мы уже начали прощаться но видите что видео еще не закончилось вспомнил я тут что владимир милов же на мюнхенскую конференцию ездил значит вот это вот какой-то дипстейт дипстейтович где все сильные мира всего что-то обсуждают собираются все рептилоиды и значит делят планету расскажи владимир же как как ты оказался в этой компании рептилоидов и чем там занимался но я не первый раз я у них значит в таких длинных списках вот людей я же езжу по там есть четыре основные конференции по безопасности это галифакский форум вот мюнхен глобсек в братиславе и варшавская конференция в октябре я езжу как бы по ним по всем то есть я давно на экранах радаров я вот последний раз был в мюнхене на конференции перед к видом как раз вот перед самым локдауном феврале двадцатого года там действительно очень смешно про рептилоидов там они прям проводят в такой маленькой гостинице бариш хофф где прям вот эти толпы ходят и если тебе кто-то наступил на ногу то это например может быть президент финляндии сауле ниниста вот у меня так было да вот поэтому значит конечно интересно там все у меня очень хорошее впечатление о мюнхене и там то есть вот помнишь там полгода назад все говорили вот сейчас запад устанет от войны и устанет поддерживать украину будет инфляция зима тяжелый энергокризис там и все такое да все ровно наоборот то есть энтузиазм огромный всем нравится что украина может защищать себя может побеждать они прям там соревнуются между собой типа нет ты мало поставил танков а я больше нет я поставлю больше да то есть вот во первых есть решимость додавливать путина никаких признаков там колебаний и так далее это прям очень хорошо было и очень много было разговоров про вот этот трибунал и ответственность путина прям за военные именно преступления не в таком абстрактном ключе а видно что эта тема глубоко обсуждается правительствами со своими юристами и будут какие-то инициативы через оон и международный уголовный суд и другие механизмы в ближайшее время то есть об этом говорили все крупнейшие лидеры и камала харрис и шоу шульц и сунак и макрон макрон вот у нас там посмотрите его выступление реально у нас его принято там чморить за какие-то обнимашки с путиным а он прямо говорил о том что он поддерживает реформу оон потому что в это россии в совбезе это большая проблема которая мешает глобальной безопасности макрон прям выступил там ну там уж не на пять с плюсом на пять с минусом но тем не менее вот это все очень хорошо новом году макрон вообще поменялся да вот знаешь типа буквально другой человек хорошем смысле потому что именно же с него началось увеличение обоставок тяжелой средней бронетехники то есть вот эти вот колесные танки как их прозвали журналист это с него началось а у меня знаешь ощущение какое что он чувствует что вот все таки вот тут как ни крути германия но она все-таки такая главная в европе и он чувствует что из-за этого проседания германии репутационных проблем и вот падение рейтинга и там всеобщей критики шольца у него как-то появился шанс таким стать прям вот главным главным европейцем да и вывести францию вот на этот новый уровень очень хорошо что между ними так если во всем видишь относительно типа этих так сказать утилитарных соображений я буду думать может он просто все осознал и значит больше не хочет созваниваться с путиным и уже понял что все а может и сочетание того и другого я в любом случае вывод хорошую если то и другое и то и другое окей спасибо спасибо тебе за рассказ значит будем мы искать на записях у тебя как мелькают зрачки или торчит хвост значит из-за этого рептилоидского круга в который ты входишь ну и увидимся с тобой через две недели спасибо всего доброго пока спасибо большое что посмотрели и до скорых встреч всего доброго пока спасибо и